Добрый кучер, с вами Вечер, и это почти ежедневный обзор новостей виртуальной реальности. Погнали! Для Red Dead Redemption 2 вышел почти полноценный мод, благодаря которому можно играть в виртуальной реальности. Компания по сбору средств для Dungeon Full Dive превзошла заявленную сумму больше чем в 20 раз. Квест 2 в свои владения получил гоночную аркаду Turing Cards. Мод для Subnautica Below Zero, позволяющий играть в VR. Ощутите все прелести Risk of Rain в виртуальной реальности. Разработчик Люкрос, специализирующийся на VR-модах, представил финальную версию аддона, добавляющего поддержку в виртуальной реальности в Red Dead Redemption 2. И когда я сказал почти полноценный, я имел в виду, что мод не позволит вам пользоваться VR-контроллерами. Нынешний максимум – это использование более привычных устройств вроде геймпада. Стрельба и использование укрытий хорошо адаптированы под виртуальную реальность. Однако для некоторых игроков, у которых мало опыта в VR-играх из-за укачивания, будет сложно адаптироваться к игре. Но пройти кампанию более чем возможно. Мод очень требовательен к характеристикам компьютера. Даже на топовых видеокартах могут происходить резкие падения частоты кадров. Цена мода на страничке Patreon составляет 10 долларов. Ссылка в описании. Для Subnautica Below Zero вышел аналогичный мод, позволяющий испытать игру в виртуальной реальности. Хоть разработчик и заявил, что игра скорее всего не получит официальную поддержку VR-шлемов, сообщество мододелов не сидело сложа руки и одновременно с релизом игры команда обновила поддержку мода до версии 1.0. По словам авторов мода, нынешняя версия должна принести совершенно новые ощущения от игры. Однако в планах еще много вещей, которые можно улучшить или доработать. Самой большой нынешней проблемой является то, что количество обычных игроков несоизмеримо больше, чем тех, кто владеет VR-гарнитурой. Поэтому разработчикам по-прежнему сложно оправдывать трату времени и ресурсов на поддержку VR. Таким образом, подобные моды часто являются нашим лучшим шансом поиграть в большие игры внутри шлема. Erogelike Risk of Rain, где вы в компании друзей сражаетесь на поверхности враждебной планеты, также присоединяются к списку игр, в которые можно поиграть в VR. Причем, в отличие от прошлых двух игр, здесь полноценная поддержка не только шлема, но и контроллеров. Мод является кроссплатформенным, то есть вашим товарищам не обязательно иметь VR-шлем, чтобы иметь возможность играть вместе. В описании вы сможете найти ссылки, где можно скачать мод и найти подробную инструкцию по его установке. Также там будет ссылочка на Patreon, если вы вдруг захотите поблагодарить разработчика. В одном из предыдущих роликов я рассказывал вам о игре, которая повторяет формулу настольных игр Demio. Однако в то время, как она сосредоточена на прохождении созданной конкретной кампании с использованием только легких элементов ролевой игры, Dungeon Full Dive стремится предоставить как можно больше свободы для проведения собственной партии. Каждая игровая сессия будет начинаться с выбора аватара. Далее идет выбор игровой локации. Например, вы можете побывать в хижине, лесу, корабле в океане и многих других. В игре есть несколько игровых столов с построенными на них средами и структурами, но вы можете легко создать свои собственные. Game Master вызывает стол для боевых стадий. Для меня, как для заядлого ролевика, самым интригующим является то, что GM в любой момент может превратиться в NPC, что позволит углубить ролевое взаимодействие. Компании игры на Kickstarter осталось меньше суток, но она уже значительно превзошла свою цель в 12 тысяч долларов. На момент публикации видео она составила свыше 260 тысяч долларов. По заявлениям разработчиков, релиз ожидается в первом квартале 2022 года в Oculus Store и Steam. Turing Cards — это гоночная аркада в виртуальной реальности, где игроку помимо привычной езды придется использовать руки, чтобы мешать своим соперникам, и теперь она доступна в App Lab и Oculus Store. Игра представляет сюжетные и кроссплатформенные многопользовательские режимы, которые полностью доступны в бесплатной версии, имеют порядка пары десятков трасс и более 500 коллекционных предметов. Кроссплатформа была создана между игроками на Quest, PSVR и PKVR, чтобы поддерживать онлайн-фанбазу и уменьшить ожидания поиска игры. Хоть сама и по себе игра бесплатная, за 15 долларов вы можете приобрести версию PRO, которая предоставит вам доступ к параметрам настроек и уникальным транспортным средствам, которые недоступны в обычном режиме. А на этом все. Ставь лайк и подписывайся на канал, если досмотрел видео до конца, и да пребудет с тобой VR.